Рекорды страны на телерадиоканале Страна.ФМ Ну, правда, абсолютно, я с тобой согласен. Кстати, мне показалось, не показалось, а есть на самом деле. Так, погода в этом году поставила кучу разных рекордов. Самые холодные дни в июне, в июле уже тоже были. Вот как раз пятница, суббота, суббота. Самые дожди. Какой-то ужас просто. Ну, ничего не... Ну, почему ужас? Это же интересно. Смотри, мы живем во время рекордов. Но тут не совсем о погоде идет речь. Тут речь, скорее, идет о людях. О конкретных людях, которые сделали то, что другие люди не могут сделать. Собственно, о них мы вам будем рассказывать. В этом часе расскажем о самых свежих, самых интересных, самых ярких, самых рекордных рекордах. Почему бы и нет, друзья? Ну, мало того, что мы о них будем рассказывать. Все это можно будет увидеть здесь, на Стране.ФМ. Также, друзья, не просто слушайте, а смотрите нас. Ну, вот конкретно мы будем рассказывать о тех рекордах, которые поставили на днях. А также расскажем про те рекорды, которые готовятся. Расскажем вам про то, как можно выиграть кепку с логотипом телерадиоканала Страна.ФМ. Кепка, между прочим, у нас эксклюзивная. Нигде вы такую не купите. И если вдруг вы собираетесь на моря, на пляжи щеголять, то вам очень-очень пригодится. Да и обещает вообще теплую погоду. Мы на это надеемся, во всяком случае. Ну и, друзья, если вы сами, вот конкретно вы, как человек, хотите совершить какой-то, установить какой-то рекорд, у вас есть такая возможность прославиться на всю страну, действительно. Заходите на сайт книгарекордовроссии.ру. Там в разделе «Установить рекорд», заполнить специальную заявочку и дождитесь ответа. Ну и очень важное условие, что гражданство должно быть Российской Федерации, потому что книга рекордов России. Совсем скоро мы начнем уже вас удивлять. Будьте с нами и делайте погромче телерадиоканал «Страна.ФМ». Владимир Пресняков, буквально через пару секунд. Рекорды страны на телерадиоканале «Страна.ФМ». Вот, кстати, Казанов как знает, о чем поет. Действительно, все лучшее ждет нас впереди, и вот этот вот впереди уже наступает на нас, потому что телерадиоканал «Страна.ФМ» и книга рекордов России представляет совместный проект «Рекорды страны». Помните, мы вам обещали, что выдадим свеженькую порцию того, чем знамениты наши граждане. Да, и прямо сейчас мы начинаем. Итак, друзья, внимание, первый рекорд, о котором мы вам расскажем, и который вы совсем скоро увидите, вот какой. 25 января этого года было зафиксировано самое быстрое жонглирование тремя мячами за одну минуту. Ну-ка, ну-ка. Рекорд установил Колыхалов Алексей Анатольевич из станицы Каневская, что в Краснодарском крае находится. Итак, что он сделал? Он поймал 500 мячей за одну минуту. То есть он прямо ими жонглировал? Естественно, конечно. Я себе так сложно представляю, как можно 500 мячей за одну минуту, но, к счастью, у нас есть такая возможность посмотреть. Если вы слушаете радио «Страна.фм», то включайте «Страна.фм», и телерадиоканал «Страна.фм» предложит вашему вниманию следующий ролик. Давайте уже посмотрим. Рекорды страны. На телерадиоканале «Страна.фм». Так, ну что, пошло. Вот. Ой, маленькие такие мячи. А скорость как-то нереально вообще. Такое ощущение, что он ускоренный. Мне кажется, ускоренный немножко, подожди. Нет, время идет, смотри. Время идет абсолютно нормальное. Да ты что? Да, два, три, видишь, секунды считается. А где 500 мячей? А вот сейчас уже, да. Он их по одному набирает, и вот, смотри. 500, их всего три у него мяча в руках, но в целом 500 раз он поймал за одну минуту, понимаешь, одни и те же три мяча. На телерадиоканале «Страна.фм». Слушай, как хорошо, что ты мне пояснил. Вот у меня в голове у человека, я думала, он реально 500 мячей воздух подбрасывает. 500 мячей нет, это вообще рекорд, рекорд. Вот невозможно повторить. Ну, даже вот этот вот рекорд, он не только рекорд России, он мировой рекорд, имея в виду. И до этого тоже был установлен подобный рекорд. Но там, знаешь ли, всего 417 мячей поймали, что это фи-фи. Да, а Алексей Калыхал сделал это целых 500 раз. Ну и, друзья, вы, кстати говоря, можете побить рекорд Алексея Калыхалова запросто. Запросто, абсолютно. Для этого за одну минуту, жонглируя тремя мячами, вам нужно их поймать 501 раз. То есть всего лишь на один мячик больше. Заходите прямо сейчас на сайт книгарекордовроссии.ру и там оставляйте свои заявочки. Я напомню, что обязательное условие гражданства Российской Федерации, потому что книга рекордов России. Ну, а мы двигаемся вперед. Слушай, я так подумал, у меня такое ощущение, я даже, мне кажется, 20 мячей за одну минуту, они бы мне посыпались бы все. Я даже два не поймаю. Посыпались бы все. Ну, Алексей, конечно, молодец, он умничка. И просто интересно узнать, как долго он тренировался, чтобы вот это все осилить. Ну и, друзья, у нас, кстати, впереди очередной рекорд, который мы с вами увидим. Дождитесь, это будет совсем скоро. Рекорды страны продолжаются. И, знаешь, Влад, на прошлой неделе был зарегистрирован рекорд, который достоин низкого поклона, да, и вообще уважения просто бесконечного. Потому что долгожитель человек, 127 лет, и исполнится буквально со дня на день 15 июля на Ницуковне Шаовой, которая проживает в Заюково. Это Кабардино-Балкарская республика. Представляешь? Ну, она является самым пожилым человеком, проживающим не только в нашей стране, а вообще в мире во всем, на всем земном шаре. Представляешь? Слушай, ну она молодец. Там просто такие интересные факты. Говорят, я точную дату своего рождения не помню. Может быть, как бы я и раньше родилась, но зарегистрировали меня в 1890 году. Да, 15 июля такая дата стоит в свидетельстве обязательного пенсионного страхования. Ну вот. 1890 год, ребята. Скоро день рождения. Ребята, это какая-то волшебная цифра совершенно. Я очень хочу посмотреть на Нану Цуковну. У нас есть фотографии. Давайте все вместе проникнемся, посмотрим на этого человека. Она молодец. Да, у нас прямо сейчас есть такая возможность, друзья. Вот, пожалуйста, смотрите на свой экран. Рекорды страны на телерадиоканале «Страна.ФМ». Ну вот, собственно, это великая женщина, действительно, с потрясающим возрастом. Она всю жизнь прожила вот в селении Заюково, работала в местном колхозе, дважды была замужем, родила пять детей, а потом у нее появилось аж 14 внуков и 21 правнука. И мне кажется, все ее очень любят, потому что, ну, бабушка мудрая, молодец. Ну, если говорить о какой-то статистике, баба Нана, вот, может ли я так вот буду называть? На телерадиоканале «Страна.ФМ». Она побила рекорд. Вот о чем я хотел сказать другой долгожительнице. Из Астраханской области практически на 6 лет. Предыдущая рекордсменка родилась аж в 1896 году. Вот видишь, как интересно бывает, что люди просто не знают про то, что есть рекорды России, да, они живут, живут, а потом хлоп, услышали, говорят, так, 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 а у меня это дата рождения пораньше стоит. Сейчас как зарегистрируюсь на книгу рекордовроссии.ру, как побью все рекорды и получу сертификат. Ну, я думаю, что можно сказать о том, что у каждого из нас есть шанс побить этот рекорд. Хочется пожелать всем здоровья и долгих лет жизни. Ну, я думаю, что Анна Цуковна побьет этот рекорд в следующем году. У меня нет никаких сомнений, что в следующем году, в такой же замечательный понедельник, с 10 до 11, мы будем рассказывать о ней и скажем, опять побила рекорд и стала рекордсменкой. Ей нужно лекцию прочитать, как она добилась таких результатов. Ну, вообще, она живет вдали от мегаполиса, да, там природа, свежий воздух, продукты. Вот, все-то вы и знаете, как долго жить. Еще раз приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Это телерадиоканал «Страна.ФМ» Влад Кутузов. Валерия Майорова. Ну, и телерадиоканал «Страна.ФМ» совместно с «Книгой рекордов России» продолжает знакомить слушателей и зрителей с рекордами нашей страны. А рекордов огромное количество. И о них мы вам рассказываем, друзья, в этом часе. Лер, хотел тебя спросить, любишь ты рисовать, скажи мне, пожалуйста. Ну, так, значит, стрелки над глазами могу нарисовать. А какая была самая большая стрелка, которую ты в своей жизни рисовал? Слушай, нет, на самом деле я ходила даже на какой-то тренинг правополлярного, чего-то полушарного рисования. Я там рисовала, рисовала, рисовала. И мне даже казалось, что я какую-то вот идею вливаю, но нет. Все, это не та картинка. Друзья, в сентябре 16-го года был зафиксирован рекорд следующий. Самое большое граффити на жилом здании в стране. Вот как. Ух ты. Выполнил его Александр Бобров из Пензы. Площадь рисунка составила практически километр. Давай посмотрим. 918,32 квадратных метр, друзья. Давайте посмотрим на эту картину. Рекорды страны на телерадиоканале Страна.ФМ Ну-ка, ну-ка. Слушай, мне просто вот тут... А, тут в реальном времени как все происходило. Смотри, сверху он начал, с верхних этажей опускается... А, оно разноцветает. Ну, ты видишь, это у Густренка. А мне интересно узнать, за сколько он это все разрисовал. Это же времени уйма. Слушай, ну, мы бы сидели и смотрели целый день. Это же нереально, ты же понимаешь. А, смотри, ночь и день меняется еще. Мне кажется, он несколько суток сидел рисовался. Вот это вообще... Ну, километрный сайт, представляешь? Рекорды страны. На телерадиоканале Страна.ФМ Слушай, вот это любовь к творчеству. Представляешь, несколько суток. А он там, интересно, останавливался? Водичку, пил, бутербродик, ел. Как там? Друзья, если вы не узнали здание, которое сейчас было в нашем видео, которое мы вам только что продемонстрировали, здание находится в городе Перми, по адресу улица Встречная, дом 37. Будете где-нибудь недалеко, добро пожаловать. Посмотрите на этот очередной рекорд страны. Ну, и Александр Бобров еще раз хочется восхититься. Площадь рисунка, еще раз напомню, составила 918. 9,32 километра в квадрате, правильно сказать? Метра. Метра. Практически километра, без малого. Ну, надо бы тебе. Ты же знаешь, у меня счастливили не очень. Ну, друзья, у вас тоже есть уникальная волшебная возможность тоже стать рекордсменом и побить вот этот предыдущий рекорд, о котором мы вам рассказали. Вам необходимо на здании нарисовать граффити площадью всего-то на всего, в кавычках, естественно, 919 квадратных метров. И тогда вы тоже будете рекордсменом, и тогда мы о вас тоже обязательно расскажем. Кинегорекордовроссия.ру – это сайт. Регистрируйтесь, дерзайте, верим в вас. Ну, и мы продолжаем. Совсем скоро еще больше рекордов. Ну, и капелька красоты, даже не капелька, огромное количество красоты совсем скоро проникнет в наш эфир, потому что викторина не за горами, а в викторине вопрос закачающийся. Но пока напоминаю, что это рекорды страны. Здесь мы рассказываем вам о самых ярких и самых свежих рекордах России, которые устанавливают наши граждане. И я знаю, что ты знаешь кое-что. Я знаю вот что об считательном рекорде, между прочим. Итак, совсем недавно, 1 июля, то есть буквально вот на днях, Ульяна Михайловна Дмитриева Нахсорова создала самую большую картину из бисера в нашей стране, в России. Размер полотна, внимание, 131,8 сантиметра на 162 сантиметра. Вот тут-то мы вплотную подобрались к нашей викторине. Внимание, вопрос. В каком городе проживает наша рукодельница? Есть варианты ответа? Три варианта ответа. Первый вариант Москва, второй вариант Якутск, и третий вариант Владивосток. И давай сразу напомним. Ватсап и Вайбер 8909-928-1-89,9. Ну, давай пятый, кто пришлет нам правильный ответ. Пятый, да? Да, 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 на этот номер именно. Тот получит кепку от страны ФМ. Эксклюзивную кепку, которой можно спасаться от солнца. Итак, еще раз вопрос. В каком городе проживает вот замечательная рукодельница? Москва, Якутск или Владивосток, друзья? Плюс 7909-928-1-89,9. Ждем пятого правильного ответа. Вернее, правильного ответа от пятого человека, который пришлет. Ну и пока мы ждем, давай-ка расскажем, что 21 августа 16-го года был зафиксирован вот такой рекорд. Самое массовое стояние на гвоздях. Ох, бедняжечки. Случилось это в Ленинградской области на фестивале «Мир безграничных возможностей». И в течение одного часа на гвоздях простояли 69 человек в обуви. Смите, они босиком стояли? Я не знаю. Я думаю, что босиком стояли. Потому что в обуви каждый сможет практически это сделать. Нет, в обуви я даже не смогу на гвоздях. Она протыкается. Это страшно. Еще один рекорд, друзья. 3 декабря прошлого года был обнаружен самый маленький действующий велосипедик в нашей стране. Автор изобретения Игорь Баранас из города Санкт-Петербург. Длина велосипеда 50 сантиметров, полуметра. Представляешь, такой маленький? Да, да, да. Высота 40 сантиметров. Диаметр колес 16 сантиметров. Во, вот такие вот. Ну, говорят, взрослый может ездить на нем успешно. Изобретатель сам это продемонстрировал. Несмотря на то, что велик весит всего-то на всего 6 килограмм. Красота. С одним пальцем можно поднять. В мегаполисе вообще эксклюзивное решение этих проблем. Скоро продолжим. Ну, почему, мне кажется, все эти рукодельницы сейчас кричат. Ну, почему не я создала такое шикарное полотно, о котором говорят на телерадиоканале страны? А у нас, кстати, уже есть правильный ответ на нашу викторину. Чуть позже мы его озвучим. А пока хотелось бы рассказать еще об одном замечательном рекорде. В прошлом году, 2 апреля, была зафиксирована самая большая коллекция вилок. Класс. Вилок в нашей стране, обладатель ее. Тюбшев Анатолий Павлович из Омской области. В его рекордной коллекции, угадай, сколько? Не могу представить. 741 вилка. Анатолий Павлович, у меня к вам вопрос. Зачем? Просто единственный вопрос. Но, с другой стороны, может быть, это красивые вилки. Здесь два пункта. Во-первых, это интересно. Во-вторых, человек стал рекордсменом страны, между прочим. И о нем мы прямо сейчас рассказываем. Их чистить, эту каждую вилку. Это же, ой, лучше бисером. Что, может быть, у человека это дело жизни. Итак, помните, мы говорили вам, что Ульяна Михайловна Дмитриева-Нахсорова создала самую большую картину из бисера в России. Задавали вам вопрос, в каком городе проживает наша рукодельница. И были у нас варианты, что и Москва, и Худск, и Владивосток. И говорили, что пятый, кто правильно пришлет правильный ответ. Да? Да, варианты были самые разные, их огромное количество. Но пятый правильный ответ прислала девушка по имени... Дарина. Действительно, Дарина город Якутск. Очень многие почему-то считали, что Владивосток. Нет, друзья. Из Якутска. Это рукодельница. Поздравляю вас, Дариночка. Вы получаете кепку от телерадиоканала «Страна ИПМ». Ура! Ура, ура. Поздравляем. Кепочка совсем скоро будет у вас на голове. Ждите. Вам придет специальное сообщение. Вам расскажут, что, как, где забрать. И будьте щеголять самые модные, эксклюзивные кепки. Да, все это модно, красиво. Ну что, друзья, нам осталось напомнить, что вы тоже можете установить свой собственный рекорд и стать рекордсменом страны, прославиться на всю Россию, а может быть и на весь мир. Заходите на сайт книгарекордовроссии.ру, там есть специальный раздел «Установить рекорд», он называется. Там необходимо заполнить специальную анкету и дождаться ответа, он обязательно придет. Ну и важный момент, обязательное условие – это наличие российского гражданства. Об этом, пожалуйста, не забывайте. Итак, рекорды России на сегодня считаются торжественно закрытыми. Огромное спасибо всем, кто слушал. А еще больше спасибо тем, кто участвовал. Вы большие молодцы. Очередные рекорды уже в следующий понедельник с 10 до 11 на стороне «ФМ» здесь у нас. Ну а мы, Влад Кутузов. Валерия Майорова. Прощаемся с вами до завтра. Желаем вам отличного дня. Здесь будет весело, потому что это... Пока.